На традиционный декабрьский бал самоцветов не печатают пригласительных билетов. Право прийти на встречу с мэром города получает каждый, кто стал лауреатом 7-го фестиваля народного творчества. И их немало – 469 человек. Все концертные площадки – это наши самоцветы. Оформление тоже, вы как видите, тоже это самоцветы, оформление сцен. И все наши вокалисты их уже приглашают и в Москву, и многие те, кто у нас стали лауреатами, они уже сейчас видны – актеры, актрисы. У меня открылась выставка на Старом Арбате. Красота зимы в моих работах. Одинцово, Заречье, Русская зима, Русский север, Волшебница зима – и это все в моих картинах. Концертную программу открыл лауреат фестиваля хор русской песни «Околица» под руководством Людмилы Пелецкой. Затем Владимир Маринников строго, как командующий самоцветами, посоветовал всем без промедления подавать заявки на восьмой фестиваль. Иначе можно оказаться за бортом, как некоторые звезды. Честь дороже, твердо, коротко сказал. Организаторы концерта стояли перед сложным выбором, кому отдать предпочтение выступить. Лауреатов более ста. Решили дать шанс новым коллективам – молодым исполнителям. Зал восторженно встречал дебютантов. С большим удовольствием увидел молодых исполнителей, хотя их было и немного сегодня, но мне очень и очень они запомнились. Александр Гусев считает, что движение самоцветов должно развиваться. Число номинаций расти, и на это есть весомые причины. Город вырос. Если я вам скажу сейчас цифру, сколько людей живет в городе Одинцово, вы не поверите. По переписи живет 145 тысяч, вот те, кто прописан, а те, кто купил жилье в городе Одинцово – 230 тысяч. Я уверен, что фестиваль «Одинцовские самоцветы» еще не до конца исчерпал все свои резервы. Мы только-только еще начали заниматься с вами этим большим конкурсом, этим большим фестивалем. Мэр города с удовольствием по поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова под бурные аплодисменты вручил почетный знак за трудовую доблесть исполнительному директору фестиваля Александру Короткову. И сразу зазвучал гимн самоцветов. Особой благодарности автору гимна Евгении Остафьевой. Я об этом всегда мечтала. Я мечтала и говорила всем своим близким. Если будет хотя бы одна песня, которую будут петь люди, я буду считать себя самым счастливым человеком. Сегодня я с 15 волонтерами своего вуза, и они впервые все это видят, потому что они первокурсники. И я очень горда и очень радостна, что они теперь тоже себя, наверное, будут считать частью самоцветов. А это молодежь, наше будущее. Восьмой фестиваль «Одинцовские самоцветы» откроется 23 января 2016 года. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания «Одинцова».